Я тут возвращаюсь с магазина, купил воды, минеральные я покупаю такими вот баклажками сразу и предпочитаю марку Фрост, но это только для тех, кто в Беларуси. И я вот иду и подумал, каких-то несчастных 15 лет, 10-15 лет назад мы и думать не думали о том, что нам придется покупать воду в больших бутылках. Это же каждый раз, когда идешь в магазин, покупаешь 5-литровик, на всех кранах стоят фильтры, ну или что-то подобное. Не дай бог, какая-то капелька просочится из крана тебе в рот, или ты, не дай бог, приготовишь кофе на какой-то воде, которая пролилась из-под крана. Ужас, что будет, вообще непонятно. А что будет-то на самом деле? Как-то я тут делал анализы на химфаке в БГУ, я прошелся по домам, слил воду с кранов у людей, набрал в бутылки и нашел независимую, скажем так, лабораторию. Ну, что значит независимую? Попросил одного преподавателя, профессора в БГУ, химфакт Беларусского государственного университета, проверить мне воду. Я писал тогда статью для аргументов фактов, АИФ. И мне было интересно, чем же эта вода вообще отличается от тех, что в бутылках, в бутылях, которые сейчас продают. И что же вы думаете? Ну, я думаю, вы примерно уже догадались, что произошло, потому что на самом деле ничего страшного не обнаружилось. Вода, которая течет из-под кранов, в общем-то, практически ничем не отличалась от той, что в бутылках. Поэтому... Прикол, да? Поэтому я даже не... Ну, это насколько массированная пропаганда идет. Конечно, я не говорю, есть кое-где, наверное, в каких-то отдаленных районах, или, может быть, во время испытания этих теплотрав, или еще чего-нибудь. Бывает такое, что действительно течет плохая вода. Плохая настолько в бактериологическом особенно плане, что, ну, ее вообще пить нельзя, она пахнет плохо. И все проще. Но в целом, если вот из тех проб, которые я прошел по всему городу, не просто взял какой-то точечный район, или налил у себя из-под крана эту воду, а прошел по всем районам, собрал пробы и отдал вот туда. То есть я вообще не знал ни этого человека, я впервые с ним познакомился. С трудом уговорил, он говорит, мы такого вообще никогда не делаем, есть же специальная лаборатория, туда и отдай. Я говорю, ну, мне не надо лабораторий, потому что они ангажированы, грубо говоря, они этим занимаются каждый день. Зачем? У меня, вы же знаете, аналитическая химия, кафедра аналитической химии, я говорю, вы же можете примерно сравнить воду из-под крана и из бутылки сделать? Да, говорит, можем. Ну, и они сделали это для меня, в общем, бесплатно все провели, вот это исследование такое. И вот это вот вскрылась такая информация. Тем не менее, я, конечно, сам, вот особенно во время бега не пью воду из-под крана, не наливаю себе бутылку воды из-под крана. А помните, как раньше, когда прибегаешь к тем, кто ходили на секции, ты наливаешь себе бутылку воды холодной из-под крана. Конечно, шиком было какой-нибудь не нарзан, а лимонад, вот эти вот, как там, тархун особенно, вот такие всякие вкусные воды. Но даже если ты наливал просто воды, но не было денег, допустим, на тархун или на что-то подобное, на дюшес, разные были очень вкусные напитки, был еще вот такой коричневого цвета, забыл, как он назывался, очень вкусный. Но даже если не было денег, наливали из-под крана воды, и с каким, с какой, с каким вкусом вот пили эту воду, это просто было что-то с чем-то, вода была очень вкусная. Но даже сейчас я, бывает, прихожу, выпью воды из-под крана, и ничего со мной не происходит, на самом деле. То есть промывка мозгов идет на таком уровне, что не дай бог. А покупаю я воду вот эту и пью ее только потому, что во время... Я, во-первых, люблю газированную воду, во-вторых, я испробовал, я очень люблю экспериментировать со всякими водичками разными. Я покупаю, где вижу, там покупаю. В России гораздо больше, кстати, выбора, там можно найти особенно всякие воды. Северного Кавказа. Как-то здесь случайно видел воду даже из Грозного, да, привет, Чечне. Очень вкусная вода, мне так понравилась. Но она была очень недолго, буквально, наверное, какой-то месяц и пропала. Ну а так, да, Кисловодск, минеральные воды, оттуда вода очень хорошая. Но, опять же, если взять нарзан или вот такого рода воды, они бывают очень соленые. И поэтому нужно, конечно, следить, во-первых, чтобы вода не была хлоридно-натриевая, потому что, грубо говоря, это просто растворенная соль в воде. И если ты не занимаешься спортом, а просто ведешь сидячий образ жизни и мало двигаешься, то незаметно, какую воду ты пьешь. Незаметен эффект. Но как только ты начинаешь двигаться, тренироваться, очень это заметно. Вот эти вещи. Здравствуйте. Как дела? Понятно. Вы воду покупаете бутилированную или пьете из-под крана? Бутилированную? Пятилитровую. Пятилитровую? Вы считаете, она отличается, да, от того, что из-под крана? Не знаете, да? Просто вам вот внушили это, да? Да нет, я просто сама по себе покупаю. Но я вот тоже. Вот, видите, какое дело. Так вот, на чем я там остановился? Я говорю о том, что... Забыл, на чем остановился. Сбил, сбился с мысли. Я говорил о том, что хлоридно-натриевая вода, да, в ней очень много соли. И поэтому, когда тренируешься, когда бежишь, допустим, длинную дистанцию или интенсивно тренируешься, то чувствуешь буквально хруст этот в коленях, который стоит от этой воды. На губах выступает соль. Вот и весь смысл этой воды, понимаете? Они растворяют соль, ну, или говорят, что добывают эту воду. Старайтесь не покупать хлоридно-натриевую воду в магазине, потому что ее эффект резко отрицательный. Вот. Если лучше покупать какую-то воду, если вы не доверяете своей водопроводной воде, ну, обычную, да, воду, я не думаю, что будет хуже, скорее всего, хуже не будет точно, но расход на бюджет будет, да, фильтры какие-то, видимо, опять же, если не доверяете. Ну, а для тех, кто занимается спортом, физкультурой, я все-таки рекомендовал бы, конечно, во-первых, все пробовать на себе, причем в моменты нагрузок, потому что без нагрузки вода не дает о себе знать, практически не дает. Или это действие будет сильно отложенным, то есть вы сейчас выпьете сегодня литр, завтра литр, но как она повлияет на вас, вы будете знать только через, ну, месяц, полгода или где-то, раньше не будет. Если же вы занимаетесь спортом, вы сразу в тот же день почувствуете, что за вода, как она на вас влияет, так как процессы обмена и быстрее происходят, все это влияет очень быстро и сильно. И поэтому я для себя понял, что воду надо брать гидрокарбонатно-натриевую, магниевую, какую-нибудь там сульфатную, хотя она невкусная, вот, с добавлением, может быть, фтора, ну, вот таких вот веществ, но ни в коем случае не хлоридно-натриевую. Иногда, если повезет, гидрокарбонатная, особенно вода, это самая полезная, я бы сказал, бывает не слишком дорогая. Вот этот Фрост, это единственная, наверное, вода в Беларуси гидрокарбонатная, которая недорогая в России, гидрокарбонатная вода, дороговатая водичка, трудно ее бывает найти, но если вам повезло, вы в такой местности живете, где такая вода есть, то покупайте гидрокарбонатную воду. Вот и все, что я хотел сказать по поводу воды. Напишите в комментариях, покупаете ли вы бутилированную воду и отличается ли она реально от того, что течет у вас из крана, или вы добываете из скважины, или из колодца, или еще откуда-нибудь. То есть, имеет ли, на ваш взгляд, смысл покупать такую воду и ощутили ли вы влияние вот этой вредной водопроводной воды на собственном здоровье? Потому что я такого влияния не ощутил. Более того, как я уже сказал, я провел это исследование, оказалось, что это одна и та же вода, по сути дела. Бывает, конечно, в бутылках там немножко убирают какие-то там соли, но в принципе, это остается точно такая же вода, с небольшой степенью очистки. Ну вот и все, друзья, вот так вот. Это просто все маркетинг. Пока говорил, спустилась ночь. На этом буду заканчивать. Пейте больше воды, потому что это на самом деле очень полезно без здоровья. Все, с вами был Сергей Милушкин. Напишите в комментариях то, о чем я вас попросил. То есть, насколько, сколько вы покупаете бутилированной воды, насколько это полезно, на ваш взгляд. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok